В воскресенье официально открыли сезон, наверное, самые провокационные представители автомобильного сообщества. Участники движения без посадки «Автонет» Иванова. Любителей заниженных машин не понимают и даже осуждают. Но последователей у движения «Бэпан» по-прежнему много. Это даже если простые русские машины, в них вложено очень много, кроме того, как денег, очень много души, самое главное. Люди не сдаются, несмотря на то, что это наши русские машины. И приезжать с разных городов, можно просто посмотреть, здесь есть разные регионы. Нижние, есть Пенза, 700 километров отсюда, люди берут просто и приезжают. Показать себя – вот главная цель любителей заниженных авто. Все изменения в конструкцию своих ласточек автомобилисты вносят сами. Мечта каждого беспосадочника – пневмоподвеска. Клиренс можно менять в зависимости от дорожных условий. Но высший класс – статика, причем как можно ниже. Здесь фантазию автомобилиста ограничивает только земля. Но стиль БПАН – это не только максимально уменьшенный дорожный просвет. В первую очередь, это внешнее состояние авто. Самое первое – это стиль БПАНа, это самое главное, чтобы машина была аккуратной, выглядела опрятно. То есть никаких этих брызговиков, подкрылков колхозных, вот этих вот каких-то пленок. Все по ГОСТу, все аккуратно, все чистенько. Даже что-то выцвело или там треснуло, сразу поехал, все сменил, чтобы было аккуратно. Когда машина мечты готова, можно столкнуться с некоторыми неудобствами. Низкая машина для тех, кто не ищет легких путей и любит справляться с препятствиями. Ездим по дорогам, особенно где колеи искры пускаем, люди обращают внимание. Но дощечки в багажнике возим. А так нормально, проезжаем уже, привычка. Привыкаешь потихоньку. Каждый раз становится уже мало и делаешь опять ниже. Эти ребята задались целью доказать, суперкар может быть родом из Тольятти. Все зависит от умения его владельца и чувства меры. Но к высоте клиренса это не относится. Наталья Гутарина, Денис Денисов, РТВ Иваново.